Начальный этап модернизации здравоохранения в области закончен. Такое заявление сделали в Минздраве. На пресс-конференции министр ведомства рассказал журналистам об уже проделанной работе. В учреждениях здравоохранения подготовлена необходимая документация. Объявлены аукционы на проведение ремонта в больницах. Говорили о первых положительных результатах. Так, на закупке медоборудования было сэкономлено 200 миллионов рублей. На эти деньги в Минздраве планируют приобрести кареты скорой помощи. Почему важно приобретение санитарного транспорта? Потому что у нас задача открыть 37 пунктов неотложной медицинской помощи в поликлинике. И вот этот санитарный транспорт как раз будет обслуживать пункты неотложной медицинской помощи. Модернизация предполагает собой и структурные изменения. Так, в крупных городах области на базе ЦРБ создадут медицинские межрайонные центры. Межмуниципальный центр будет город Энгерс, все за Волжье туда идет. А будет город Балакова, город Балашов, город Вольск. Вот эти вот мы, значит, муниципальные образования предполагаем сделать межмуниципальными центрами. В центральной районной больнице будет оказаться первичная медико-санитарная помощь, элементы специализированной помощи. В межрайцентрах уже в большем объеме будет оказаться специализированная помощь. В программе модернизации около трех миллиардов заложено на развитие службы родовспоможения и детства. Благодаря этому в области будет построена целая сеть перинатальных центров. Я могу сказать, что единая служба здравоохранения и передача учреждений здравоохранения на областной бюджет – это залог качества и доступности. Это и вертикаль управления, это и отработка горизонтальных связей между лечебными учреждениями. И, конечно, эта система однозначно улучшит качество и доступность медицинской помощи жителям Саратовской области.